Столичный ипподром Акула ранее на своих трибунах мог разместить около 2000 человек. Теперь количество мест планируется увеличить в пять раз. Это означает, что посетить спортивную арену и насладиться национальными видами спорта здесь могут около 10 тысяч зрителей. Накануне завершился конкурс на лучший проект реконструкции ипподрома. Жюри рассматривало четыре плана будущей спортарены. По итогу победил тот, что отличался от всех остальных. Помимо строительства нового здания, рассчитанного на 10 тысяч человек, в планах авторов проширить само поле, сделать его 100 метров в ширину и длиной 2,5 километра. А также предусмотреть специальные дорожки для скачек, для бега, построить парковочные места и игровые детские площадки. Наши условия были достаточно просты, поэтому жюри и выбрали тот проект, который все их учел. Главное, чего мы хотели, чтобы при реконструкции ипподрома он не потерял свой исторический облик, так как ипподром Акула все-таки входит в список архитектурных памятников города. Менять его вид кардинально нельзя. В целом, вся концепция авторов проекта соответствует условиям конкурса. Внутри и снаружи ипподрома Акула, согласно проекту, появится современное оборудование. И, как утверждают сотрудники мэрии, это приведет комплект в соответствии с мировыми стандартами. Однако, особенность городского ипподрома и его отличие от всех стадионов мира должно быть в национальном колорите, который будет учтен в элементах дизайна. Однако, когда это архитектурное чудо появится в столице и сколько времени потребуется на его возведение, пока неизвестно. В отличие от приблизительной сметы на строительство, на возведение новой его части потребуется примерно 850 миллионов сомов. Над главным входом в ипподром разместят особый атрибут – стремя. Кроме того, на всех ограждениях будет изображение стрелы. Такие же наши предки использовали во время атаки врагов. В полете от стрелы исходил жуткий свист, который наводил на врагов страх. Ну и, конечно же, лошади. Забор ипподрома будет украшен скульптурами голов лошадей. Между тем, старое обветшалое здание авторы проекта решили оставить, провести полную реконструкцию и придать ему статус музея. Однако и на эти работы нужна крупная сумма денег – еще 800 миллионов сомов. К слову, еще во времена Советского Союза ипподром Акула находился на балансе государства. После, из-за нехватки бюджета, в 1996 году его передали акционерному обществу. Так спортивную арену начали передавать из рук в руки, до тех пор, пока не появился частный собственник. Позже часть участков, которые принадлежали ипподрому, распродали. Сегодня здесь, в частных домах, живут около 20 семей. Вдвое больше разместились в этом многоэтажке. А несколько лет назад, в 2013-м, начались споры, которые после переросли в судебные тяжбы между местными жителями и представителями муниципалитета. Решением суда участок, на котором сейчас проживают около 60 семей, вернули на баланс города. Однако процесс на этом не закончился. Теперь суд рассматривает дело по сносу незаконно возведенных строений. И только после этого на ипподроме возможно начать строительные работы. Вся территория, которую заняли жильцы этих домов, около одного гектара. Участок раздробили на сотки и неизвестно, на каких основаниях распродали людям. Снос домов будет только по решению суда. Сейчас выясняем все вопросы с администрацией Ленинского района. На данный момент всего подано 13 исков. Однако десятки местных жителей утверждают, что по закону приобрели свои участки. В то время стоимость одной сотки земли здесь достигала 3,5 тысяч долларов. Между тем, если суд вынесет решение в пользу городских властей, то все они в буквальном смысле останутся на улице. Причем без какой-либо компенсации со стороны чиновников. Сабина Дамаскина, Каир Джейла Бекова, Асхат Ибраимов, НТС.